Ни для кого не секрет, что существует дефицит общения. Библиотека – это одно из тех немногих мест, где можно провести время с близкими и по духу людьми, разноплановыми и разносторонними, со своими интересами, привычками, вкусами. Человеку можно отдохнуть как одному, так и всей семьей. Все вышеназванное популяризирует библиотеку, делает ее заметной в культурной жизни города. У многих еще бытует такое мнение, что библиотека – это только место, где можно взять книгу дамом, либо полистать журнал где-нибудь в читальном зале, и все. Но современная библиотека – это нечто другое. Как мы говорим, это уже третье место, где люди могут получить информацию, пообщаться и самореализовать свои какие-то творческие потенциалы и возможности. Об этом мы сегодня и будем говорить. Плюс к нашим, так скажем, теоретическим выкладкам мы еще предлагаем несколько мастер-классов, которые можно пройти практически. Мастер-классы, обсуждения, фотовыставки, встречи с интересными авторами, художниками, правоведами – все это делается для привлечения в библиотеку людей абсолютно разного возраста. Им предлагается провести свободное время в доброжелательной, неформальной обстановке, не только отдохнуть, но и получить от этого эстетическое и интеллектуальное удовольствие. И самое главное – различного рода мероприятия вызывают желание вернуться в храм книги в современной интерпретации. Сегодня библиотека – это главная информационная площадка. В библиотеке сегодня происходит новое движение, библиотека становится центром общения. И сюда приходят семьи, приходят, чтобы познакомиться с новыми друзьями, чтобы стать участником творческих объединений, творческих мастерских. Но самая главная цель, что мы не ушли от книги. Книга всегда присутствует. Если это заседание наших объединений литературных, в основе лежит книга. Если это театры, которые библиотека показывает, конечно, в основе лежит книга. Мы привлекаем не только ребят дошкольного, школьного возраста, мы работаем с пожилыми читателями. Библиотека – место встречи, идей и людей. И пусть она сегодня претерпевает некоторый апгрейд, тем не менее, она остается местом культуры. А современный библиотекарь – это человек с гербарием, чувств и страстей. Сосуд, где хранятся засушенные образцы всех цивилизаций. Это люди, в головах которых беспристрастно бродят мысли и рождаются идеи. А идеи, если они интересны, как известно, самое нужное оружие, которое и может привлечь молодых людей – поколение миллениалов. Данное мероприятие важно тем, что, возможно, мы должны привлечь наше будущее поколение к, так сказать, интеллектуальному развитию. Ну, в настоящее время, да, есть как бы интернет, но, тем не менее, книги, написанные вручную авторами, это очень даже большое подспорье для наших 10-летних. Если мы в дальнейшем будем поддерживать отношения с руководством библиотеки, то есть мы имеем возможность наших детей, с которыми мы проводим интеллектуальную профессиональную работу, то есть приучить их к, так сказать, хорошему. Данная площадка, она позволяет достаточно большому количеству учащихся, и детей, и родителей подойти, посмотреть на работы своих детей, других детей нашего города. Да, такие семинары, которые организованы сегодня, они позволяют по-новому посмотреть на современные формы организации досуга, на современные подходы к организации детской деятельности. Поэтому, встречаясь на таких площадках, мы можем поделиться опытом, как это происходит у нас, как это организует детская библиотека, и наметить новые пути для того, чтобы как можно лучше организовать детский досуг, взаимодействие с детьми, родителями, между нашими учреждениями. Это всегда очень полезно и плодотворно. Мы можем распоряжаться временем досуга по своему собственному усмотрению, имеем полное право выбирать различные виды деятельности, исходя из своих интересов и предпочтений. Но если мы задумываемся о культуре, это уже значит, мы мыслим и о красоте, и о книге, как о создании прекрасном. Это сказал великий Рерих, и неоднократно подчеркивалось на семинаре возможности библиотеки, как центра досуга и общения.